МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О самых главных событиях уходящей недели прямо сейчас в итоговом выпуске новостей. И вот его главные темы. 7 ноября – дата открытия новой школы на 120 мест. В хуторе школьном работа кипит полным ходом. Все под контролем. Глава района проверил ход строительных работ социально значимых объектов в сельских поселениях. Казачьему роду нет переводу. В Краснодарском крае отметили 321-ю годовщину со дня образования кубанского казачьего войска. Ветеран Северной Осетии помнит все схватки с фашистами. Хизир Гулуев встретился с крымскими учениками. Глава района Сергей Лесь на этой неделе провел выездное рабочее совещание на территории сельских поселений. Смотрел руководитель муниципалитета строительство социально значимых объектов. Подробности в материале Натальи Корня. В Нижнебаканском сельском поселении полным ходом идет пристройка к детскому саду номер 11. Уже 20 декабря двери этого дошкольного учреждения должны распахнуться для 25 мальчишек и девчонок. Такую задачу перед строителями поставил глава муниципального образования Крымский район. В декабре мы сдаем этот детский сад. Работайте день и ночь, организуйте работу. У нас деньги есть. Мы с вами рассчитаемся полностью. Должны быть качества. Сейчас рабочие ведут внутреннюю отделку. После шпатлевки стен приступят к укладке плитки. Плитка не должна быть белой. Деткам она не надо. Она должна быть яркой, красивой. Если однотонная, то раскидка плиткой. Параллельно строят и уличные веранды. Уже возвели каркас на основание. После начнут его оформление и благоустройство. В Молдаванском сельском поселении на территории сельской школы возвели сразу два необходимых объекта – трансформаторную подстанцию и собственную газовую котельную – за счет средств Каспийского трубопроводного консорциума. 10 ноября состоится ее официальное открытие. Вот это такое дело сделали. Просто сумасшедшее. Вот это огромное дело. Огромное спасибо КТК. Сейчас мы идем на пустановатку на три месяца. А если мороз завтра мы можем на старой котельной? Да, у нас не будет проблем. Мы сразу же запускаем поехать. В ходе осмотра школьного здания глава дал указание отремонтировать и его фасад. Прошелся Сергей Лесий по спортивному залу, при этом отметив качество выполненных ранее работ. А это уже киевское сельское поселение. Возводят здесь спортивный комплекс на 450 квадратных метров. По периметру более 500 метров квадратных будет уложена тротуарная плитка. Оборудован газон, высажены зеленые насаждения. Здесь у нас как по проекту? Это раздевалки. Лево, право. Мужская девочка, мальчики, да? И душевые. И тоже душевые. Ну, как обычно. Будут заниматься, ходить и местное население, да? Местные жители, особенно молодежь поселка, уже с нетерпением ждут открытия спорткомплекса. Кстати, ввод в эксплуатацию намечен к 20 ноября. Следующая остановка была в хуторе Адагум. Сергей Лесий со своими заместителями побывал на еще одном строительном объекте. Подрядная организация «Инвестпроект» занимается здесь строительством здания врача общей практики. Уже на следующей неделе закончит укладку кирпича и приступит к кровле. В ходе объезда делегация посетила детский сад номер 32 в хуторе Адагум. В процессе решили увеличить площадь этого дошкольного учреждения путем пристройки дополнительного здания, так как на сегодняшний день порядка 70 малышей ждут своего места в детском саду. Параллельно Вадагуме идет ремонт дорожного полотна. Уже в асфальтовом исполнении выполнено 700 метров сельской дороги. А вот в южном сельском поселении посмотрели, как идет пристройка нового корпуса к детскому саду номер 15. Здесь же решили вопрос по поводу котельной, обозначили сроки начала работ по ремонту фасадной части здания. Новый школе «Быть» в хуторе Школьном Варениковского сельского поселения завершается строительство школьного здания. Возводится учебное заведение на благотворительные средства акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум». Координатором проекта выступает администрация муниципального образования «Крымский район». За ходом работ следит Краевое управление материально-технической базы образования Краснодарского края. «У нас подъездная дорога вот отсюда, да? И проход сюда, в зону озеленения. Это начальная школа, это главный вход. Это вот здесь, как раз, уже опуски сделали». Напомню, ранее после обследования здания 59-й школы было решено, что его реконструкция нецелесообразна. Был специально разработан проект – это быстровозводимое здание с использованием блочно-модульных конструкций. В нынешних условиях это оптимальный вариант соотношения цены, времени воздействия объекта и сохранения его эксплуатационных качеств. «Правили квалификационный отбор. По результатам отбора направили результаты в КТК. И ждем сегодня заключенный договор, подписанный, по крайней мере, со стороны КТК, для работы по оборудованию или оснащению объекта. Тут очень важно, что 60 миллионов рублей, они 59 подразделия делятся на 57 – это работы по СМР, по средномонтажным работам контракт договора исполнителя. 2 миллиона дополнительно выделил КТК на оборудование, оснащение объекта, за это отдельное спасибо. И миллион еще выделил район на оборудование. То есть у нас на самом деле объект, сам объект с СМР, прилегающий к территории ближайшей, обходится 60 миллионов рублей». По проекту школа П-образного типа, с высотой потолков 3 метра, с просторными классами, столовой и спортзалом, а также обустроенной территорией. И что немаловажно, современным дизайном. Строительные работы ведут сразу несколько подрядных организаций, которые являются лидерами отрасли производства мобильных быстровозводимых зданий в Краснодарском крае. На очередном выездном совещании поставлена задача до 1 ноября выполнить все работы по благоустройству и озеленению прилегающих к школе территории. «В соответствии с поручением президента Российской Федерации на территории хутора школьного Крымского района выполнены в течение трех лет два очень важных события или два объекта для системы образования. Мы реконструировали детский сад в 2015 году и с начала 2016 он функционирует на 140 мест в современные условия дошкольного образования. И заканчиваем строительство и вводим в эксплуатацию до 1 ноября. Соответственно, открываем в первый день второй четверти учебного года текущего. Это школа новая на 120 мест с 1 по 11 класс, что позволит действительно создать в хуторе школьном условия обучения с ясельной группы с полутора лет для ребенка до 11 класса. Современных, безопасных, оснащенных современным оборудованием помещениях, классах, с всей необходимой общешкольной инфраструктурой и санитарно-гигиеническими нормами и требованиям пожарной и террористической защищенности. Убежден, что мы выполним поручение президента в срок, до 1 ноября введем объект в эксплуатацию и торжественно откроем 10 ноября 2017 года. В реализации проекта используются модульные блок-контейнеры, универсальные разборные панели, применяющиеся в строительстве быстровозводимых зданий. Главная особенность этой серии – разборный каркас, который позволяет перевозить блок-контейнеры в компактной транспортной упаковке, значительно экономя при этом средства на доставку к месту сборки. Такая радость, как ребенка долгожданного ждешь. Я 27 лет в этой школе и 15 лет директор. И для меня это событие. Это значит, жизнь директора школы удалась, потому что новое здание школы. Ну, это цель, к которой я шла. Ну, наверное, 5 лет точно. Спасибо, что со мной разделили администрация края, администрация района и, конечно же, КТК. Новое здание школы рассчитано на 120 мест. Внутреннее обустройство школьных комнат, санузлов и пищеблока уже завершено. Закупили и школьный инвентарь. Кстати, самые маленькие ученики вместе со своими родителями уже успели пройтись по просторным классным комнатам и посидеть за новенькими партами. Мне будет нравиться физкультурный зал. Мне все нравится. Она большая, красивая. В ней все есть. И она объемная. Мне нравится эта школа. Я бы хотела побыстрее в нее пойти учиться. Каспийский трубопроводный консорциум на протяжении длительного времени оказывает всестороннюю поддержку социальной сферы во всех регионах своего присутствия. Все выделенные компании и средства целиком направлены на конкретный проект, который реализуется в том или ином регионе. В Крымском районе за последние годы реализовано несколько благотворительных проектов. На средства КТК построен сборный тренировочный манеж для конного отделения Крымский. Реконструирован стадион урожая в станице Ворениковской. Приобретены новые автобусы для школ района. Также в селе Молдаванском реализуется проект строительства газовой блочно-модульной водогрейной котельной и трансформаторной подстанции для средней школы номер 16. Казачьему роду нет переводу. Торжественный парад Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска прошел в станице Калининской. Участие в нем принял и парадный расчет Крымского районного казачьего общества. Принимал парад казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда. Дорогие друзья, на сегодняшний день Таманский казачий отдел – это лучший отдел во всем Кубанском казачьем войске. Как Кубанское казачье войско занимает по всем направлениям жизнедеятельности реестра казачьих войсках лидирующие позиции. Первое место. Участники парада возложили цветы к обелиску воинам Великой Отечественной войны. Почти в память предков казаков, защищавших южные рубежи нашей родины. Затем торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты казаков Таманского отдела, учащиеся кадетских корпусов и казачьих классов. В параде приняли участие ученики 66-й школы хутора Евсеевского Крымского района, который в день празднования 321-й годовщины со дня образования кубанского казачества присвоен статус казачий. Атаманы районных обществ были отмечены наградами. Так, атаман Крымского городского казачьего общества Олег Кобылинский удостоен медали атамана Антон Головатый. Атаман Крымского районного казачьего общества Сергей Гречененко награжден почетной грамотой и благодарностью главы администрации Вениамина Кондратьева за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд. Отличившиеся казаки Крымского районного казачьего общества из рук первого заместителя главы муниципалитета Владимира Черника награждены грамотами главы Крымского района. медалью атаман Антон Головатый, Кабылинского Олега Адамовича, атамана Крымского городского казачьего общества. В этот день в парке станицы Калининская весь день работали казачьи курини. Для детей были устроены мастер-классы ремесел, а всем жителям и гостям станицы творческие коллективы дарили свои музыкальные номера. Сергей Лесь встретился с ветеранским активом района. Для руководителя муниципалитета это не просто добрая традиция. Ветераны являются одними из самых активных горожан, несмотря на свой почтенный возраст. Они чувствуют ответственность перед будущим поколением крымчан. Мы в Баканке на сегодняшний день, потратив 6 миллионов, мы переделали библиотеку под детский сад на 65 мест 6 миллионов. Коллеги, мы считаем каждую копейку. Мы еще нашли дополнительную группу, переделываем и тратим 3,5 миллиона и еще плюсом дадим 25 денег. Руководитель муниципалитета рассказал о социально-экономическом развитии Крымского района. Уже в октябре будет запущено движение по мосту в районе микрорайона Жуково. Строительство еще одного моста по улице Синева будет завершено в первом квартале 2018 года. К открытию после капитального ремонта готовятся два отделения Крымской центральной больницы – акушерско-физиологической и педиатрической, детская школа искусств Станицы Варениковской и школа на 120 мест в хуторе школьном. В ходе беседы присутствующие задавали главе района самые наболевшие вопросы. Нина Новикова из хутора школьного просит помощи в ремонте небольшого отрезка трассы, соединяющего близлежащие поселки. Там она не почищенная, ямочный ремонт обещали. Сейчас в хуторе школьном, благодаря выделенным средствам Каспийского трубопроводного консорциума, идет строительство нового здания школы. Строительные работы сейчас идут полным ходом, по завершению которых приступят к благоустройству территорий и прилегающих хуторских дорог. Эту дорогу я знаю, прекрасно знаю. И я Бородина приговорил, и мы договорились с ним. Были сложности у нас, но с первого ноября он начнет первое – это резать ветки. И делать ямочный ремонт. Дорога принципиально важна, и я ее обещал, мы ее однозначно сделаем. У нас она стоит в плане мероприятия. Благодаря финансированию из краевого бюджета в районе до конца года отремонтируют еще 55 километров дорог. На эти цели выделено почти 40 миллионов рублей для ремонта дорог местного значения и свыше 470 миллионов на краевые трассы, проходящие через район. До конца года завершится и строительство офиса врача общей практики в Хуторе-Адагум и спортивного комплекса в селе Киевском. Я хочу сказать вам большое спасибо. Лично от себя, от всех жителей, кто понимает вашу работу, кто видит. Вам, вашей команде, администрации района, администрации города. Большое вам спасибо. Глава района ответил на все заданные вопросы, дал поручения своим заместителям. И такие встречи с активом района будут проходить один раз в квартал. Проблемы жителей Крымского района на контроле у законодательной власти. Прием граждан по личным вопросам провели депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Николай Кравченко, Андрей Горбань совместно с главой муниципального образования Крымский район Сергеем Лесь. Какие вопросы волнуют людей, знает Елена Шаклеина. Они обследовали вчера и сказали, что будут усилять там вашу вышку. Проблемы, с которыми обратились крымчане, касались самых разных сфер жизни. Это и благоустройство дорог, качество сотовой связи в хуторе Магукурово, экологические вопросы и многие другие. Я вам привезу специалиста отдельного, который поможет в документе на кооперативную. Я наброшу вашу помощь. Да, да, да. Вот по юридической части Виктора Константиновича я привезу. Договоримся. Да, да, да. Приезд. К депутатам обратились жители микрорайона Платан с жалобой на работу теплоснабжающей организации «Теплоэнергетик». По словам жителей, компания своевременно не провела проверку общедомовых приборов учета. Поэтому в настоящее время оплата за услуги проходит по нормативу, а это ощутимо сказывается на бюджете жильцов. Люди попросили представителей законодательного собрания края решить эту проблему. Андрей Горбань поручил местным властям разобраться в этом вопросе. По всем остальным обращениям были даны актуальные разъяснения. По ряду вопросов потребовались дополнительные изучения проблемы. Все они находятся под личным контролем у депутатов законодательного органа. Сын полка. Так мало осталось ветеранов, живых свидетелей той страшной войны. Только человек, который прошел всю войну, может рассказать все тяготы и переживания солдата. Кошмар бессонных ночей, горе, потери товарищей и близких. По инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева из Северной Осетии в гости к учащимся среднеобразовательной школы номер один приехал ветеран Великой Отечественной войны Хизир Гулуев. В этом году ветеран отмечает свое 90-летие. Подарком для убеленного сединами защитника Родины стал приезд на кубанскую землю. Здесь, в годы войны, Гулуев вместе со своими фронтовыми товарищами защищал от врага крымскую землю. Этой встречи ждали долго, как сам юбиляр, так и крымчане, а особенно ученики первой школы. Мы всегда рады встрече с вами. И дальше, чтобы наши связи только укреплялись, крепли, мы общались и, конечно, встречали дорогих героев еще не раз в нашей крымской земле. Совсем молодым, 15-летним парнем он ушел на фронт. В мае 43-го был тяжело ранен на территории крымской первой школы. В школьном музее на почетном месте висит его портрет. Каждый из учащихся школы знает нынешнего ветерана войны, тогда еще совсем юного безусого солдата, и помнят его бесстрашные подвиги. Когда я рассказала об этом приезде своим родителям, они очень сильно удивились и рассказали мне поучительную историю, когда они, будучи восьмиклассниками, также встретили его, рассказывали ему о нашей школе, проводили экскурсии, и также тепло слушали его воспоминания о былых годах. Советским солдатам был дан приказ уничтожить засевшую в школе группу гитлеровцев и тем самым обеспечить нашим подразделениям движение вглубь станицы. В Кримске проходили ожесточенные бои, и мне пришлось участвовать как раз в этих боях. Для меня остался Кримск особым, потому что я здесь получил и ранение в Кримске, получил и за Кримск орден, получил и еще благодарность, и запомнил Кримск навсегда. Ветеран приехал в Кримск не один в сопровождении внука Заура, который очень гордится своим дедом. О своих подвигах Хизир Тимурканович рассказывал ему много раз. Дедушкой мы, конечно же, очень гордимся. Он много рассказывал за боевые действия. В 43-м году непосредственно он участвовал в боевых действиях в городе Кримск и за оборону первой школы, вот этой прекрасной школы. Что пришлось пережить ему и увидеть, тяжело вспоминать и сейчас. Ребята с интересом слушали ветерана, ведь не так просто сейчас пообщаться со свидетелем тех лет. Эти люди делали историю и победили в такой неравной войне. Он на меня зайдет, и когда я дал очередь, длинную очередь туда, к временам, тогда взрыв такой получился, что школа тоже стручилась. Патриотическому воспитанию в этой школе уделяется немало внимания. Ее ученики помнят и знают подвиги отцов, дедов и прадедов. Для дорогих гостей ребята организовали насыщенную программу. Из уст школьников прозвучали стихи, написанные специально для ветеранов, и исполнены танцевальные номера. Станицу первую ваш купил отряд. Об этом свято помним мы, живые. Ведь стены школы до сих пор хранят под штукатурной рамы полевые. Под этим шелком, мьющихся знанем, клянемся вас всегда считать примером. И отдаем вам правду и поклон. За плотно, за мужество, за веру. Уступи дорогу пешеходу. В Крымске, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, сотрудники госавтоинспекции совместно со школьниками провели акцию, направленную на соблюдение правил дорожного движения не только пешеходов, но и водителей. Ребята из средней общеобразовательной школы номер 25 вместе с инспектором вышли на улицу с оживленным движением с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Они акцентрировали внимание участников дорожного движения на требование переходить дорогу только в зоне перехода, обозначенного соответствующими знаками. При этом необходимо убедиться в безопасности своего перехода. Мы хотим вам сказать, чтобы вы всегда пропускали пешеходов, не разгонялись и ехали на умеренной скорости. И всегда были внимательны. И будем вам вручить пометку водителям. Не оставили в стороне и водителей, управляющих транспортными средствами. Школьники подготовили тематические плакаты и листовки по правилам безопасного поведения на дороге, которые вручали пешеходам и водителям во время акции. К водителям были обращены просьбы детей о передвижении по дорогам города и района с разрешенной скоростью и необходимости своевременной остановки перед пешеходным переходом. На территории города Крымска и Крымского района с 1 января 2017 года по настоящее время произошло 38 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 8 человек погибло и 28 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Из них получили травмы 6 несовершеннолетних детей. Участники акции убеждали автовладельцев быть предельно внимательными и осторожными при движении в зимний период времени и особенно в дни школьных каникул. Нужно донести до пешеходов и водителей, что дорога – это не шутки. Это серьезное транспортное движение, и пешеходы должны быть так же внимательны, как и водители. По вине пешеходов на территории района произошло 18 ДТП. В результате 6 человек погибли и 12 получили ранения. Все они переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте. По причине нарушения правил проезда пешеходного перехода совершено 20 аварий, где 2 пешехода погибли и 165 получили различные травмы. Это была вся информация выпуска. Впереди вас ждет прогноз погоды. А вот о том, как будут развиваться события на следующей неделе, покажет время. Все информационные выпуски телерадиокомпании «Крымский экран» смотрите в социальных сетях, а также на нашем сайте крымсктв.рф. Всего доброго и оставайтесь с нами. Одежда ведущему предоставлена магазином «Мужской стиль», который расположен по улице Синева, 24. Здравствуйте. Всю следующую неделю погода на территории края будет пасмурной. По прогнозам синоптиков, понедельник обещает быть прохладным. До 12 выше нуля. В середине недели воздух прогреется до 18 тепла, а к выходным столбики термометров опустятся до плюс 6, пройдут дожди. В четверг, 26 октября, отмечается День памяти Святого Карпа, который называли «Банной обиходи». На полках в протопленных банях настаивали целебные травы в молоке и просили у карпа избавления от различных напастей. Это было все о погоде на неделю. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова